Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребята, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Канал Ольга Уралочка Лайф обещает у нас Сафарик Лайф. Короче, ребятушки, Сафарика новый влог в Таджикистане. Мама готовит вкуснейший плов на костре. Серьезно, Сафарик? Самый-самый вкусный плов готовит мама? Чё-то как-то я в последнее время тебя не могу понять. Недавно ты носился на рынок, чтобы поесть плов. Говорил, что нежнейшее мясо, самый-самый вкусный плов. И жена с тобой там была. И чё-то как-то дома, походу, невкусный был. Ты сам говорил. Твои слова, что дома как-то не хочется есть или не люблю есть. Я, правда, не поняла. У Уралки ты не хочешь есть невкусный он или у твоей мамы невкусный. Говоришь какими-то загадками. Вот не понять тебя. Опять здоровается в начале видеоролика. Опять исчисал эту голову. Блин. Сафарик, ты попроси, чтобы жена проверила, что у тебя там. Чё ты её всё время чешешь. И чешешь, и чешешь. В машине сидишь, чешешь. Между домами вкратце вещаешь. И тоже эту голову всё мутозишь. Попроси у жены. Пускай заглянёт, что у тебя там в этой голове, что она тебе так чешется. Значит, Сафарик говорит, что мама сейчас приготовит плов. Опять мы видим руки мамы. И Сафарика уже, да, уже никто не помогает. Там из женщин, наверное, Уралочка уже приревновала. И он уже сам помогает маме. Там мешает в этом, значит, казане. Видим мы с вами очень-очень мало мяса. Изначально, да, Сафарик как-то в миске показал. Мне сразу показалось, что там много. Но, видимо, камерой так, знаете, приблизил. И казалось, что это большие такие кусманы. А когда бросили в масло, совсем ничего. Ну, я думаю, ну, наверное, небольшую порцию будут плова готовить. А нет, ребят, черпанули аж три миски. И Сафарик пояснил, что они едят из этих, ну, тарелок мисок суп. И думаю, как так? Пару кусочков мяса и столько риса. Ребят, понятное дело, да, и тут без осуждений. Кто как живёт. У кого-то есть достаток. Кто-то валом мяса кладёт именно в плов, самсу, манты. А кто-то не может из-за того, что нет столько финансов, чтобы разъедаться мясом, да. И вот в семье Сафарика точно так же. Там видно, что там недостаток. И там они кладут риса на пару кусочков мяса. Видели, сколько риса, сколько мяса. Я о другом, ребят, я о другом. Приехал сын, который три года не был на родине. Шляется по рынкам, снимает то, что там продают. И не может для того, чтобы хотя бы мама на камеру приготовила поесть, купить шматок здоровый мясо. Слушайте, ну неужели ему жалко денег? Тех пятьсот рублей на килограмм мяса. Больше же заработает на этих видосах. Ну, хотя бы для съёмки, ребят, ну правда. Неужели жалко? Я просто не могу смотреть, да, на эти съёмки, где совсем почти нет мяса. Пока мама мыла рис, подбегала к Сафарику. Софийка что-то там говорила. Он что-то ответил ей. И да, отметил, что эта дочка подходила. И я опять про двойные стандарты. Ничего не покажу, только руки мамы и как сам сижу и поедаю. Ой, Сафарик, Сафарик, Уралку на весь мир, да? Ну и сам с Уралкой на весь мир. А приехал в Таджикистане и тайна века. Никого не покажу, ничего не расскажу. А вы будьте культурными и ничего не пишите. Вот такой вот у нас Сафарик. Хитрый, капец какой хитрый. И приговаривает, что моя мама самая лучшая. Да, Сафарик, у нас у всех наши мамы самые лучшие, самые любимые, самые красивые. И знаешь, Сафарик, вот мы почему-то говорим добрые, тёплые слова в отношении твоей мамы. А у тебя почему-то, да, обратное. И у Уралочки твоей тоже. Там не поймёшь у вас, у кого больше желчи, у тебя или у Уралки. Ну и когда плов уже был готов, немного там было заметно, что пригорел лук, Сафарик взял тарелку и навалил её до полна, выбрал руками мясо оттуда и заявил, что он это будет есть с братом. Мне интересно, а остальные как же? Остальные же тоже хотят плов. Детки, жена, мама, папа. Нифига себе! Это всего лишь на двоих? Брату и Сафарику? Ужас, ребят, я в шоке. Как же мне и правда жалко эту маму, которая стояла, готовила плов всего лишь на двоих. Сафарику и брату. И слышно было, как и в прошлый раз, что подбегали дети, и, видно, им тоже очень хотелось кушать. Ужас, ребят, я очередной раз в шоке. Но на сей раз Сафарик хоть не сказал, что обожрался, как он это любит. Просто вышел опять, почёсывая свою голову. Я прям не знаю. Сафар, что у тебя в голове? Почему ты её постоянно чешешь? Короче, шёпотом нам сказал, чтобы мы подписывались на канал, писали комментарии. Ну и всем пока-пока. Ой, ребят, что хочу сказать в общем. Ну, то, что и говорила уже, что мне жалко Сафара маму. Видели, какой у неё палец? И это она, когда готовила что-то, она там самсу, что ли, готовила. Там была ужасная рана. Видимо, тогда она резала либо мясо, либо лук, и поранила палец. И сейчас чуть-чуть подсохла, но видно было, это рано. И жалко мне её, ребят. Пашет она на Сафарика, на его с Уралкой канал. А он даже не может любимой, как он сказал, самой дорогой маме купить мясо, купить продуктов, в конце концов купить сладостей, даже порадовать не только детей, но и родителей. Я не думаю, что они себе могут позволить что-то вкусное поесть. И я даже думаю, если бы он купил эти сладости, эти вкусности, они, скорее всего, бы и не стали сразу есть, а сберегли детям. Потому что не думаю, что дети тоже видят часто что-то вкусное. В общем, каждый ролик, ребят, это какой-то печальный видеоролик, именно из-за того, что вот жалко мне его маму. Вот правда, жалко. А этот лоб умудряется ещё на маме делать контент. В общем, ребятушки, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я никому его не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok